15 ноябрьских семей стали новоселами. Они в числе первых обрели квартиры в микрорайоне, который для северян строится в Тюмени. Напомню, заявочная кампания по программе переселения жителей Ямала из районов Крайнего Севера стартовала в феврале прошлого года, а уже в этом году в Тюмени в рамках программы окружного фонда жилищного строительства смогут переехать почти 2500 семей ветеранов округа. Одними из первых ключей от квартиры в микрорайоне Ямальске в Тюмени получили ноябрьцы Иван и Надежда Ших. Своими впечатлениями о новом жилье они поделились с Ольгой Поповой. Звонили мужу, он пришел, говорит, есть две новости. Хорошая и плохая, говорю, ну какая? Но хорошая, что мы получили квартиру, а плохая сегодня надо, говорит, ехать в Тюмень. На следующий день, 30 января, супруги Иван и Надежда Ших уехали в Тюмень, а уже 31 числа держали в руках документы. На долгожданную двушку. Николай Ростовцев, дом 12, квартира 156. Иван Николаевич в ноябрьске с 1983 года. По профессии электрогазосварщик половину прошлых лет на севере провел на трассе. Сейчас не работает, уже почти 4 года, как инвалид второй группы. Вот кухня. Рассматривая в телефоне фотографии из своей тюменской квартиры, Иван Николаевич и Надежда Николаевна удивляются. Даже года не прошло, как сдали документы фон жилищного строительства Ямала. А вот они, ключики уже в руках. В подъезд зашли, все, чистота, лифт, все зеркальные листья, большой лифт, все, поднялись на 9 этаж, открываем. Ну, для меня это вообще было что-то с чем-то. По сравнению с деревяшкой, вот как все время, то общаги, то деревяшка. А в квартире чисто, тепло. Площадь 56 квадратных метров. При желании можно было доплатить и получить трешку. Но, говорят супруги, им и этого пока достаточно. Спальня большая, мы думаем, там будет сын или дочь. Если переедет, то будет жить там. А в зале желтоватые, коричневые, и коридор такой же. Кухня голубенькая, вот обои голубенькие такие. Ну, приятно. Все капелем обложено, ванная, все. К слову, в течение года необходимо будет выплатить 13% от стоимости квартиры. Это примерно 300 тысяч рублей, учитывая, что двушка стоит 2 миллиона 300. По сегодняшним расценкам, считай, жилплощадь в подарок. Именно так и не иначе свою квартиру расценивают супруги Ших. Тем более, что капиталки у них до этого не было. Жили в общежитии, а сейчас вот в деревянном домике в СМП 744. В таком, что в мороз ноги к полу примерзают. Вот у нас даже угловая комната, вот квартира, угловая. Ну, тепло, я думал, будет холодно. Ну, тепло, очень тепло и уютно. Ну, вообще, сделано чисто для северян. Двор очень большой, удобно, площадки детские. Позади нашего дома, говорят, будет строиться школа. Все компактно, все рядышком, красиво. На 18-этажные дома, там вот прям ночью лейбочки, вот это Ямало-Нецкий округ, прям освещено все. Теперь прохода нету. Все завидуют. Кто и что говорят? Друзья. Соседи. Теперь при встрече все знакомые первым делом требуют фотографии. Посмотреть, какие они квартиры для северян. Поскольку люди приезжают со всего округа, и чтобы это было рационально и не обременяло людей, мы предлагаем на месте, там, заходя в конкретную распределенную квартиру, человеку ее осматривать, принимать ее по акту приема-передачи. Мы им вручаем ключи, они подписывают все необходимые документы, которые передаются в последующем регистрационную палату. Кроме супругов Ших, квартиры в первом доме Ямальского микрорайона получили еще 14 ноябрьских семей. Все жилье с чистовой отделкой. Там уже установлены сантехника, приборы учета, электроплиты. Хоть не шикарные, но уже есть кухонные гарнитуры. А также подведены телевидение, телефон, интернет и пожарная сигнализация. Парикмахерских там очень много. Это для женщин. В каждом доме по две штуки, наверное. Так что там голодный, никто не будет ходить. Продукты, все. Магазины, кафе, ну все рядом. Микрорайон Ямальский. Это 15 домов. 10, 15 и 17 этажки. И 159 семей. Это только первые новоселы. Уже в середине февраля там сдадут еще два дома. А в течение года, пообещали фонде, сдадут и весь микрорайон. Так что собирать чемоданы, ехать в Тюмень в скором времени предстоит и другим горожанам. Ольга Попова, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города.